всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами в районе станции керчь южная и давайте посмотрим как вы все знаете уже но если не все то многие вот на переднем плане у нас мчс здесь находится мотоцикл у них есть вчера была сдача двух объектов инфраструктуры крымского моста конкретнее были сданы в эксплуатации посты гаи стационарные современные посты гаи со стороны керчи и со стороны там они открывали эти посты самый главный гаишник россии министр транспорта подарили по 5 машин раскрашенных гаишные машины подарили но увидели наверно все ну а мы давайте посмотрим как идет сейчас служба вот с этой стороны хорошо нам будет видно ну и все по порядку сейчас вот перед нами на переднем плане пункт весового контроля вот такая большая площадка здесь здание практически все готово на заднем плане у нас керчь южная но это еще мы туда вернемся по порядочку все сначала здесь на обратном пути туда заглянем тоже посмотрите вот какая большая площадка разметка уже нанесена для большого количества машину и так подозреваю что здесь может быть какая-то станка стоянка будет еще на ночлег ну посмотрим так вот оно само здание такое красивое вот здесь поплыл откос видите и небольшой кусок ну даже не то что небольшой такой нормальный кусок поплыл вместе с бетоном нужно будет переделывать вот сейчас прямо это хорошо видим с вами разметочку новую нанесли вот крайнюю на дорогу видите пересекаем разворотную петлю и вот сейчас этот пост гаи будет это с крымской стороны с керченской стороны неоднократно мы его с вами видели ну а теперь вот и видим что он в работе вот уже здесь сотрудники дпс находится на нем раньше был модульный такой он был чуть дальше за досмотровым пунктом теперь его поставили перед досмотровым пунктом собственно так же как и на атаманском берегу вот разрыв в барьерном ограждении высевом в центральном ну чтобы можно было переходить на другую сторону и вот собственно говоря сам пост гаи посмотрите здание современное напичкана там всякими видеонаблюдениями электронными начинками там комнату отдыха есть но все для работы считывание номеров машин будут автоматически должен не должен зарегистрирован или нет есть страховка или нет все теперь будут видеть ну и предполагается что лишний раз не будут останавливать и спрашивать страховку но это всего лишь предполагается потому что все уже будет видно ну а так вот посмотрите машины едут прям вот проезжаете разворотную петлю и вот он этот пост гаи многие спрашивали с левой стороны что там за навес но это видите патрульная машина там стоит солнце в крыму сильное как вы все знаете особенно летом ну и чтобы машина не накалялась вот ее в тенечек раз туда в ангар загнал от дождя от осадков ну и вот такой красивый вид посмотрите линейный отдел полиции на станции керчь-южная вот мы сейчас видим вдалеке сам вокзал были морозы дожди многие знающие люди говорили писали что вот наружную облицовку не делают ждут подходящей погоды но это она и логично вот сейчас погодка налаживается на момент съемок плюс 6 градусов но правда ветер тоже 6 7 метров в секунду ну и давайте дальше прогуляемся посмотрим досмотровый пункт в принципе на досмотровом все здания готовы нет только оборудование с крымской с керченской стороны вот стационарного сканера просвета грузовых машин ну как вы знаете санкции поэтому пока вот своего еще оборудования не придумали а может уже и придумали скором времени может быть и поставят вот пост гаи видите вот он старый пост гаи модульные блоки здесь вагончики но я думаю подлежат они демонтажу уже за ненадобностью чтобы и пейзаж не портили из в скором времени вот от стационарного от мобильного поста гаи не останется и следа здесь так что здесь вот посмотрите весь пустырь раньше здесь был пустырь все облагорожено ну не сравнить как даже вот если взять видео год назад что здесь было вдалеке городок строителей видите вон вдалеке дорога к нему подходит тоже наверное многие видели выступал перед журналистами министр транспорта россии и рядом с ним стоял министр транспорта крыма и он сказал что сейчас дорога которая пойдет с верхнего солнечного от шоссе героев сталинграда на верхнюю площадку к пешеходному переходу номер два проходит госэкспертизу сказал что к апрелю месяцу все формальности будут улажены и начнется строительство то вроде говорили в двадцать первом году начнется ну вот радостная новость для керчан в двадцатом как сказал министр транспорта крыма начнется строительство полутора километровой дороги идущие от верхнего солнечного и на верхнюю площадку в комплекс ходят дорога по одной полосе в каждую сторону ну развязка на верхнем солнечном и подъезд и сама площадка должна быть оборудована на верхнем на верхней площадке у пешеходного перехода номер два ну и собственно вот посмотрите шоссе героев сталинграда путепровод предполагается от верхнего солнечного туда если на их смотреть на экран верхнем левом углу вот там будет развязка заезд на верхнюю площадку по ней проходите по пешеходному переходу номер два и спускаетесь вниз попадаете на вокзал вот такая великолепная картина великолепный вид открывается нам на станцию керчь-южная и на автомобильную дорогу дом у моря многие спрашивают коробку подняли монолитный железобетон ну и ничего не делают вот дом у озера видите не у моря дом у озера в озеро мы с вами видели начали об выкладывать стены уже прогресс здесь дачные поселения участки и на дальнем плане у нас мост мыс агбурун огибает и вот он как уходит посмотрите там охранный комплекс вот мы видим с вами с левой стороны экрана на цементной слободке это сейчас мы видим нижний солнечный и вот в районе буденного посмотрите тоже небольшое озерцо есть не высохла так что снег и дождь вот какие были недавно помогли не то что прям супер помогли с водой но гораздо лучше стало так ну а мы с вами сделали кружок и возвращаемся обратно теперь давайте посмотрим собственно говоря на переднем плане мы все посмотрели новый пост гаи посмотрели а теперь обратим внимание вот сейчас поближе подойдем на вокзал керчьюжную рассчитан он примерно на как сказал министр транспорта россии по моему если я не ошибаюсь на 200 на 200 человек ну или на 2000 вот я точно не помню поправьте меня в комментариях напишите 200 или 2000 вот помню он интервью давал и вот не подготовился достаточно такой проходной вокзал тем более он будет первый вокзал в крыму после моста и вот видимо его вмешательство повлияли на то что быстрее будут строить дорогу подъезд к верхней площадке а вот так выглядит автомобильная дорога по который гораздо больше я думаю туристов в этом году поедет чем в прошлом ну и заглядываем вдаль вот пешеходный переход номер один ближе к нам вот само здание вокзала вы видите она чуть левее пешеходный переход 1 это можно попасть на платформу а пешеходный номер 2 за вокзалом и вот туда вдалеке на верхнюю площадку будет организован подъезд будет дорога как я уже сказал дорога полтора километра и плюс еще площадка для стоянки транспорта а кто будет ехать с города через 9 километр вот это разворотная петля посмотрите как все на ладони все как на ладони видно как будет заезд к зданию на привокзальную площадь и обратно чтобы попасть в город если вот снизу выезжаете на разворотную петлю и на 9 километр многие спрашивают а как в стамане если ехать попасть на привокзальную площадь но к сожалению пока прямого заезда здесь нет не сделан нужно будет доехать до 9 километра развернуться и двигаться в направлении моста и тут сейчас вот мы чуть дальше будет вот видите дорога и и кусочек сейчас мы видим заезд с тавриды на привокзальную площадь вот он сам вокзал видите пока работ мы здесь особых не наблюдаем снаружи я думаю что скоро тут осталось совсем немного посмотрите уже и территория практически облагорожена вот она теплотрасса вот здесь техникой стоит видите экскаватор вот здесь было много много грунта совсем небольшая кучка осталось все вывезли это здесь когда строили все насыпи сдирали верхний плодородный слой ну не такой уже плодородный но все лучше чем ничего здесь его складировали и затем он шел на отсыпку откосов на облагораживание территории ну а вот такая здесь красота появляется великолепные виды вдалеке мы видим с вами девятый километр чуть левее и южный портал чуть правее на этом все дорогие друзья всего вам хорошего и до новых встреч